Ну что ж, уважаемые зрители, очередное видео на канале Рубер USA. У меня появилось много новых вещей, честно говоря, у меня тут целый набор разнообразных новых вещей, которые будут освещать видео. Но сегодня видео, как вы, наверное, уже догадались, по калашоидам, а точнее по одной определенной новой вещи, которая только-только появилась и мне буквально пришла на днях. Макфилловские магазины, нормальные, усиленные металлом для АКМ, то есть калибра 72 на 39. И вот чем они отличаются от, скажем, стандартного, до данного момента, макфилловского магазина МОИ. Ну вот они. Слева, соответственно, уже новый магазин, буквально только-только пришел. Вчера, по-моему, пришли в почту и заказал. В момент, когда они появились вообще доступны напрямую из Макфула. А справа МОИ, то есть это Макпул Пимаг третьего поколения, Gen M3 по-английски, с такой вот надписью Z. На МОИ, как вы видите, ничего такого нет. И здесь, конечно, написано Gen M3 МОИ. Что у них разного? Во-первых, можно сразу заметить, что на нормальном магазине, во-первых, желтое или оранжевое, не знаю даже какого-то цвета, направляющие на МОИ красное. Также, если смотреть сзади, то сразу понятно, сейчас возьму что-нибудь металлическое, что вот здесь вот усиленный металлом этот деталь, захват. Видите? То есть вот. Я как бы пытаюсь сделать так, чтобы было видно в камере. И, соответственно, усиленно изнутри магазин. Что я хочу показать? Ну, для начала, наверное, все-таки разберем его. Я это видео, в принципе, на английском уже сделал, так что сейчас буду делать на русском. Так, АКМ-ы, всякие калашоиды можно временно отложить. Разбирается он исключительно легко, как любые макпулские магазины. И вот сейчас я специально взял такой вот фонарик. чтобы просто изнутри показать вам на видео, где вот это усиление. Сейчас попытаюсь сделать так, чтобы, во-первых, это было видно в камеру. Наверное, стану все-таки, наверное, за камерой для данного момента. вот он, вот так вот. Сейчас покажу. Вот видите? Вот там этот металл. Вот он. То есть он идет на всю длину, практически всю длину магазина. вот он. Если смотреть с другой стороны. Почти. Вот видите? Примерно пол длины магазина получается. И с такими вот вырезами внутри. Ну что, собираем обратно магазинчик и посмотрим, насколько он хорошо сидит. Вот. Я достал два аквамоида своих. Калашоида, аквамоида на выбор. Так. Собирается он можно с инструментами, можно без. Это на ваш выбор. В принципе, ну, как говорится. Вот, собрал этот магазин обратно. Я взвесил магазины вместе. Вот эти два. Разница между ними 19 грамм. То есть, реально говоря, что они сделали? Они заменили какую-то часть материала и добавили 19 грамм металла. И все. Всего-то. То есть, по всем остальным параметрам эти магазины практически идентичны. Сейчас я сделаю так, чтобы не было видно камеру тоже. Что она там снимает? Вот, видите? По всем остальным параметрам я ничего такого больше не нашел. Кстати, интересно, что здесь написано 90, а здесь написано 9. Почему? Не знаю. Оба, как вы понимаете, сделаны в США полностью. Ну, как говорится, учитывая, что я не могу дома стрелять, как вы понимаете, давайте посмотрим, как этот магазин сидит в разных калашоидах. То есть, для начала, для сравнения, берем МАИшный магазин и туда же вставляем потом М3. Вот в данном случае это мой болгарский КМО-эд. И в нем он сидит совершенно не двигаясь. То есть, вообще ни малейшего движения нет. то есть, в принципе, его можно и выбивать оттуда нормально работает. В принципе, по этому принципу. Это болгарский сам 7SF. Мой, на данный момент, самый дорогой калашоид. А это у меня самый дешевый или предпоследний. полный длины это самый дешевый калашоид, который у меня есть на данный момент. Все вроде нормально. Давайте проверим, как здесь работает МакПол МОИ магазин. Видите, у него есть немножко вот такого движения. Вперед, назад. И теперь проверим, работает ли здесь одновременно еще и такое. Видите, у него в принципе чуть-чуть больше по-моему движения. совсем чуть-чуть. Но сидит крепко. Конечно, разница в том, что он будет просто надежнее. То есть, не будет поломок. Магазин, скорее всего, будет либо сложно, либо вообще невозможно выбить, просто сломав эту удерживающую деталь. Деталь названия не помню по-русски, честно говорю. Что, в принципе, полезно. То есть, при упоре куда-то его просто сам по себе не выбит. А известно, что МОИ магазины спокойно ломаются именно вот в этом месте крепления. Вот так вот. Очень краткое видео. Магазины интересны. По надписи на пакете они должны быть совместимы с практически всеми вариантами оружия, которые работают с такого типа магазином. То есть, АКМ-ными магазинами. Также СИГ-556R, которые, к сожалению, не сумел приблизить, пока не были доступны, а сейчас не имеет смысла. Вот так вот. Я считаю, что вот это будет одна из наиболее интересных опций для любителей фолошоидов на данный момент. Видите, МОИ иногда не входит нормально. И для тех, у кого есть хорошие АКМ-ки, или русские, или болгарские, или вообще вручную сделанные, этот магазин вполне возможно может побороться за первое место. То есть, в данном случае, теперь этот магазин не просто для тира, как был МОИ, у меня, по крайней мере. Ну и может в принципе учитываться как вариант оборудования для набора для самообороны. Там действительно качество магазина важно. Исключительно важно. Просто ради сохранения жизни. Вот так вот. Очень краткое видео. Это продолжение моей серии по калашевским магазинам доступных США. Теперь я могу наконец дальше снимать видео в этой серии. буду брать их в тир. Буду их отстреливать, смотреть, что будет получаться с этими магазинами. Спасибо за внимание. С вами был Рубер USA. Кстати, некоторые говорят, никаких израильских корней у меня нет. У меня английский акцент, точнее американский, потому что по-русски начал говорить более-менее часто, наверное, не больше года назад. перед этим очень долгое время практически русского общения было на уровне может быть несколько недель в году. Ну, живу здесь один, вокруг русскоязычных нету, ну, так вот, поэтому никаких израильских корней здесь нету. У меня, просто я подозреваю, набралось несколько типов американских акцентов, я здесь много где жил по несколько лет, и, как вы понимаете, набираю разнообразные версии. Вот так вот, спасибо за внимание.